Больше 600 миллионов тенге задолжал крестьянским хозяйством Жамбылской области Меркенский сахарный завод за принятую в прошлом году свеклу. И в итоге земледельцам пришлось влезть в долги, некоторым вовсе сократить посевы. Когда же рассчитаются с фермерами и как дальше планируют развивать свекловодство в регионе, выясняла Анастасия Сулейманова. Меркенский сахарный завод Глава крестьянского хозяйства Исафий Зулов сдал больше 500 тонн свеклы. По договору обещали рассчитаться за 90 дней, но денег фермер еще не получил. Чтобы покрыть убытки и не уйти в минус, пришлось значительно сократить площади посева сладких клубней. Задолжали это около 4 миллиона. Буквально начали выплачивать, до числа 25 выплатят. И мы расплатимся за своими трактористами, за солярку расплатимся. Кровно заработанные деньги не получили еще 65 крестьянских хозяйств. В общей сложности Меркенский сахарный завод задолжал им свыше 670 миллионов тенге. В результате многие фермеры влезли в долги. Пути решения проблемных вопросов земледельцы искали на специальном совещании. Я уже не смогу в этом году свеклу поливать, потому что за свет я сейчас должен. Давайте нам часть с сахаром тогда дать. Если по деньгам не получается, эти люди также будут кушать. Выслушав возмущение фермеров, директор сахарного завода Нуржан Каргабаев заверил, что долги за прошлый урожай полностью погасят до 20 мая. 500 миллионов закрываем за счет АОСПК «Тарас». Это помощь Акимата в области. У нас этот долг образовался из-за того, что некоторые фирмы у нас покупали сахар и до сих пор не произвели расчет. По словам руководства завода, в этом году такая ситуация не повторится. Продавать сахар в долг больше не будут. Между тем, сами земледельцы не опускают руки. Ведь в регионе есть все условия для развития свекловодства. По удобрениям 50 на 50. Мы сейчас, правда, наличкой взяли, но нам выплатят. Субсидии обратно выплатят. Солярку дают по удобной цене. Химикатами помогают. То есть в плане этом большое спасибо. Я вот скажу, хорошая программа, потому что 12 деньги нам выплачивает государство. На встрече озвучили еще одну хорошую новость. Цена на свеклу в этом году возросла. Два деньги будут еще повышать за прием сахарной свеклы. Чуйский и Курдайский районы от Меркенского сахарного завода расстояние где-то 170-200 километров. Поэтому будем решать вопросы, открыть железнодорожный тупик, где будет принимать сахарную свеклу и отправлять через вагонами Меркенский сахарный завод. В этом году на заводе планируют переработать порядка 150 тысяч тонн свеклы и получить около 19 тысяч тонн сахара. Это на 60% позволит покрыть потребность региона в сладком продукте. Для полного обеспечения необходимо довести площади посевов до 15 тысяч гектаров, пока они не превышают 9 тысяч. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар, 24.